В эту пятницу, 16 июня, в 22 часа, вот эта часть коммунального моста от острова отдыха до предмостной площади будет перекрыта для движения. Исключение будет сделано только для общественного транспорта, для автобусов, а также для автомобилей спецслужб, скорой помощи и пожарных. По планам администрации Красноярска, на этой части моста восстановят гидроизоляцию, отремонтируют деформационные швы и, главное, приведут в порядок дорожное покрытие. Ожидается, что на это потребуется около 100 дней. Как заявил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Тетенков, в августе частично и ненадолгий срок перекроют и часть левобережного съезда с моста над основным руслом Енисея. Игорь Тетенков подчеркнул, что сейчас будет вестись первый этап ремонта, а вообще коммунальный мост нуждается в глобальной реконструкции. Специалисты по-разному эти цены оценивают. Ну, я не ошибусь, если говорю о том, что более миллиарда рублей. Поэтому на сегодня мы делаем первый этап дорожное полотно. И скажу так, специалисты, которые и проектировщики, и специалисты, которые сегодня, именно специалисты, которые оценивают год постройки моста, состояние опор, они говорят, что сегодня мост безопасен. Мы делаем сегодня дорожное покрытие, значит, как говорится, чтобы удобно было двигаться нашему автотранспорту. Также в 22 часа 16 июня полностью будет перекрыта часть улицы Дубровинского от диктатуры пролетариата до Сурикова. Там начнется капитальный ремонт теплотрассы. С понедельника 19 июня в 6 часов утра движение по улице Дубровинского частично будет восстановлено, оно станет односторонним. Поток автотранспорта будет двигаться по вот этой вот пешеходной пока дорожке верхнего яруса набережной со стороны улицы диктатуры пролетариата до Сурикова. На этом участке до 10 августа должны заменить 640 метров теплотрассы с капитальным ремонтом всех сопутствующих элементов. По мнению начальника госавтоинспекции Красноярска Алексея Коваленко, перекрытие моста и автодороги в ключевом месте центра Красноярска приведет к затруднению движения. Чтобы не простраивать в пробках, водителям советуют ознакомиться с подробной схемой временных ограничений движения и выбирать объездные маршруты. А лучше вообще отказаться от поездок на личном автотранспорте. Кому удобнее все-таки воспользоваться общественным транспортом, мы настоятельно рекомендуем это сделать, поскольку приоритет на этот период будет отдан общественному транспорту. Так же, как и в первые дни, экипажи ДПС будут работать на всех основных магистралях, где у нас вводятся ограничения в движении. Помогать водителям сориентироваться в дорожной ситуации и обстановке. Еще может осложнить дорожную обстановку в центре Красноярска ремонт дорожного покрытия на улице Карла Маркса и проспекте Мира. Ожидается, что он начнется в 20-х числах июня. В администрации Красноярска рекомендует водителям, которые все-таки не откажутся от своего транспорта в пользу общественного, объезжать центр города и пользоваться 4-м или Октябрьским мостом для переезда через Венесей. Андрей Стародым, Андрей Крупнов, новости. Продолжение следует...